Привет, друзья! Это канал Фактограф. Сегодня мы поговорим о том, как долго животные могут прожить без еды. Животные, как и люди, нуждаются в питании для выживания. Однако, в отличие от нас, они могут выживать без пищи на протяжении длительного времени. Некоторые существа могут прожить без питания несколько недель, а другие способны выдержать голод в течение нескольких месяцев или даже нескольких лет. В этом видео мы расскажем, сколько времени могут прожить без еды различные животные и как они адаптируются к недостатку питания. Предпочтения в рационе, причины голодовки, сроки воздержания от пищи – все это мы сейчас подробно обсудим. Давайте узнаем больше об этом удивительном аспекте жизни животных. Поехали! Верблюд. До двух месяцев. Зачем верблюду горб? Для красоты или для изюминки? Этот вопрос интересует нас с самого детства. Горбы – это приспособление для жизни в сухих регионах. Ареал обитания верблюдов – пустыни, полупустыни и степи. Среди бесконечных горячих песков трудно добыть еду или воду. Но природа все же придумала. Верблюды питаются растениями, а пить могут и соленую, и горькую воду. Животные чувствуют свежее пастбище или водоем на десятки километров. За 10 минут верблюд может выпить 100 литров воды. При этом он не потеет и редко мочится. Существует мнение, что верблюды хранят воду непосредственно в горбах. Но это не так. В этой части тела откладываются запасы жира. Объем отложенных питательных веществ может превышать 100 килограммов. Когда нет пищи, организм верблюда расщепляет жир. По мере сжигания выделяется и жидкость. Благодаря этим процессам животное может обходиться больше месяца без еды. Большая белая акула или кархарадон. Три месяца. Самая крупная хищная рыба на Земле обитает как в мелких прибрежных, так и в глубоких открытых водах всех океанов, кроме северного ледовитого. Средняя длина белой акулы достигает 4,8 метров при весе больше одной тонны. А продолжительность ее жизни составляет примерно 70 лет. В огромной пасте морской хищницы находится до 300 острых пилообразных зубов треугольной формы, которыми она отрывает куски плоти. Она легко прокусывает хрящие кости, а также бесстрашно нападает на несъедобные предметы, которые препятствуют ее движению. Внушительные характеристики, не правда ли? Но дальше больше. Большая белая акула находится на вершине пищевой цепочки океана. И противостоять ей может разве что взрослая косатка. За год акула съедает в среднем 11 тонн пищи. Но самое интересное, что после плотного обеда эта хищная рыба может до 90 дней обходиться без еды. Благодаря низкому уровню обмена веществ, все это время она будет двигаться и вести нормальный образ жизни в открытом море. Императорский пингвин. Три месяца. Этому величественному пухляку смело можно присвоить звание отца года и идеального супруга. Императорские пингвины однолюбые. Они создают долговечные пары, а процесс ухаживания за второй половинкой длится всю жизнь. Если вы смотрели наше видео о миграциях животных, то уже знаете, что именно самец высиживает яйцо. В то время, пока будущий отец оберегает потомство, самка после месячного голодания уходит в море на кормежку. Не на день или неделю, а на целых 2-3 месяца. Все это время заботливые самцы сбиваются в плотную кучу и сидят неподвижно, поставив яйцо на ноги и прикрыв его брюшной складкой. Ведь при минутном контакте со льдом жизнь внутри яйца умрет. На протяжении нескольких месяцев самец не может пойти поесть. Когда вылупляется детеныш и возвращается его мать, счастливый, но истощенный папаша наконец-то идет в море за добычей. До этого момента на протяжении 90 дней пингвины живут за счет использования жировых запасов и худеют примерно на 40%. Королевский питон 6 месяцев Этот представитель семейства неядовитых змей обитает на африканском континенте. Также он отлично приживается в неволе и его часто заводят в качестве домашнего питомца. Королевский питон отличается толстым мускулистым туловищем, вырастающим до полтора метра, и изящной треугольной головой. Это красивая, неагрессивная и довольно неприхотливая змея. Но бывает, что владельцы питонов в панике обращаются к ветеринару. Наш питомец уже несколько недель ничего не ест. Что делать? Да, иногда эта змея отказывается от еды. Это нормально. Королевский питон может беспричинно голодать до полугода. Все идет от его образа жизни. В дикой природе змея, как правило, не охотится, а заползает в нору и долго ждет ее хозяев – мышей или крыс, чтобы ими отобедать. Поэтому голодать длительный период без вреда для здоровья для питона не в новинку. Горбатый кит 6 месяцев 14 метров длины и 30 тонн веса – такие средние параметры этого морского млекопитающего, дольными складками, благодаря которому он может заглатывать большой объем пищи за раз. Горбатые киты обитают во всех водах Мирового океана, кроме Северного Ледовитого. Они встречаются в прибрежных водах и на континентальном шельфе, где водится их потенциальная еда – придонные и эпилогические ракообразные – стайная рыба и головоногие моллюски. Киты съедают по 2-3 тонны пищи в день. Так они откармливаются и набирают подкожный жир. Затем горбачи мигрируют в теплые воды и голодают на протяжении 5-6 месяцев. За это время каждое животное теряет до 30% массы тела, но жизнедеятельность организма поддерживается благодаря запасам жира. Галапагосская или слоновая черепаха. Один год. Порой черепах называют присмыкающимися верблюдами. Они также могут не есть и не пить месяцами. Слоновая черепаха – крупнейшая сухопутная черепаха, эндемик Галапагосских островов. Способность к длительному голоданию она выработала благодаря засушливому климату в местах обитания. Дожди не идут месяцами, а растения, которые входят в ее обычный рацион, не растут и увядают. Поэтому черепахи приспособились заблаговременно накапливать в организме запасы жира. Когда нет доступа к еде, жиры расщепляются, высвобождая воду и энергию. Да, за несколько месяцев голодания рептилия теряет почти половину массы своего тела. Однако в ее теле поддерживается жизнь. Да и энергии ей много не надо, ведь черепаха – медлительное и хладнокровное животное. Кроме того, даже в таких условиях эти чрезвычайно выносливые рептилии еще и живут более ста лет. Тарантул. Два года. Тарантулы являются самыми ядовитыми пауками в мире. По размерам они достаточно крупные, вырастают до 10 сантиметров в длину. Насекомые любят селиться в засушливых регионах, степях и пустынях, где днем укрываются в земле в вертикальных норках. Ночью тарантулы выходят на охоту и, сидя в засаде, поджидают свою добычу – жуков, гусениц, тараканов, сверчков и даже небольших земноводных. Паук впрыскивает в тело жертвы парализующий яд, который превращает ее внутренности в жидкую субстанцию. Затем хищник просто высасывает питательную жижу. Если вдруг не будет чем перекусить – не беда. При условии доступа к воде тарантул спокойно проживет до двух лет без еды. Как ему это удается? Все благодаря низкой скорости метаболизма и способности сохранять энергию. Кстати, яд тарантулов не опасен для людей и их часто заводят в качестве домашних питомцев. А что, кормить часто не надо, очень удобно. Крокодил. Три года. Этот плотоядный хищник мало у кого вызывает симпатию, да и вовсе является опасным для человека. Сила его укуса больше, чем у акулы и льва. Примерно как вес небольшого грузовика. Мощным хвостом крокодил глушит рыбу, сбивает с ног буйволов и разбивает лодки. Он чует добычу на больших расстояниях. Ощущает малейшие вибрации воды и при необходимости может обходиться без еды целый год. Да что там год? По некоторым данным, крокодилы могут не питаться от полутора до трех лет. В чем их секрет? Конечно же, в запасе жира, который откладывается в складках на животе и даже на хвосте. За один раз рептилия может съесть до 25% от массы своего тела, из чего большая часть идет на образование жировых клеток, такого себе энергетического запаса. Эта особенность помогает крокодилу выживать в период голодовки. Чем больше и тяжелее особь, тем дольше она может жить без пищи. К тому же, хладнокровная рептилия экономит энергию на обогреве тела, замедляет обмен веществ, мало двигается и много лежит, греясь на солнце. Рогозуб. 5 лет. Это двоякодышащая пресноводная рыба длиной до 170 см и весом до 40 кг. Рогозуба можно назвать переходной формой от рыб к земноводным. Его анатомия дает возможность подробнее изучить процесс эволюции животных. Несколько лет назад ученые сделали феноменальное открытие. Исследователи обнаружили в Африке особь, которая длительное время находилась в неблагоприятных условиях. Все процессы в организме рыбы замедлились, биологические часы стали на паузу, и она была погружена в сон. Как выяснилось, рогозуб сам себя довел до такого состояния, потому что не было доступа к пресной воде. Период спячки может длиться от 3 до 5 лет. Все это время рыба обходится без еды воды и не производит никаких отходов. Сегодня ученые пытаются выяснить, что происходит с рыбой во время сна на клеточном уровне. Это помогло бы спасти людей от неизлечимых болезней. Их погружали бы в сон, пока не были бы найдены лекарства. Сколько жизней можно было бы спасти? Европейский протей или Олм. До 10 лет. Думаете, драконов не существует? Посмотрите сюда. Внешне протей похож на мини-версию сказочного чудовища. Да что там говорить. В средневековье люди на полном серьезе считали Олмов потомками драконов. И верили, что из них вырастают огромные и страшные чудовища. На самом деле протеи достигают максимальной длины 30-35 сантиметров и веса 15-20 граммов. Эти животные встречаются только в пределах Балканского полуострова, в подземных озерах и реках. Эти существа живут в среднем 69 лет и всю свою жизнь проводят в темной и холодной среде. Они очень редко поднимаются на поверхность за глотком воздуха, питаются протеи ракообразными червями и личинками. В условиях отсутствия еды они могут прожить 8-10 лет. Они просто переходят в режим экономии энергии и живут за счет накопленных в организме запасов. Им не привыкать. Ведь медленное взросление и редкое размножение – часть обычной для европейских протеев образа жизни. Вот такие удивительные животные населяют нашу планету. Человек устроен так, что через 3-4 недели голодовки он погибнет. А этих животных природа наделила своеобразной суперсилой и дала им шанс выжить даже в самых экстремальных условиях. А вы знали, что некоторые животные так долго могут обходиться без еды? Или даже не догадывались, что такое возможно? Делитесь с нами в комментариях!